боже мой это же фантастика и фантазии ничего не будет стопроцентная практически стопроцентная поддержка где деньги здесь кроме доброго дела я часто сейчас говорю о том что мы как яндекс еда только в одежде и с возможностью кастомизации вы почему решили что вот это будет классно это будет интересно наша большая цель стать национальным оператором цифрового легпрома в россии единую цифровую платформу легпром рф запустили в тюмени как понятно и на из названия связано она будет с легкой промышленностью вот какие конкретно задачи будет решать кому и в чем помогать об этом мы поговорим сегодня в эфире программа интервью приветствуем в нашей студии основателя и генерального директора легпром рф елена шарапова елена здравствуйте здравствуйте на мне сейчас платье российского дизайнера ольга сказкина она стоила 9000 рублей я обращу внимание что это со скидкой и когда муж у меня случайно видел ценник у него округлились глаза и спросила почему так дорого и давайте признаемся я думаю вы меня поддержите в этом что почему так дорого это как главная претензия к легкой промышленности дизайнерской одежде почему здесь есть нюанс у вас все-таки дизайнерское платье если мы возьмем ваши замечательное платье вот аналогичный фасон аналогичные материалы и пришьем бирки других дизайн других домов моды да например там вы витон или armani ценник будет сильно отличаться ровно так же как если бы мы отшили это платье в безымянном ателье а все почему потому что бренды устанавливают стоимость зависимости от той целевой аудитории на которую ориентируются но если мы говорим про массовый сегмент то конечно проблема такая есть и в основном она связана с тем что у нас шить все-таки сильно дороже чем например узбекистане или в китае и у нас очень дорогое сырье а сильно дороже почему это налоги это сборы это рабочая сила дорогая рабочая сила дорогая она дороже чем в том же узбекистане причем очень много фабрик закрылась именно в тот момент когда закрыли границы вот все что было связано с пандемией остановился приток рабочей силы советские кадры они уходят постепенно пенсию среди молодежи профессии не востребованы поэтому чтобы привлечь специалистов на швейные фабрики им приходится очень сильно доплачивать заработная оплата швей доходит до 70 до 80 до 100 тысяч рублей в некоторых регионах почему люди не хотят работать ну 100 тысяч это очень неплохая зарплата монотонный труд монотонный труд то есть всем нужно творчество стежки и кройка и шитье это как бы может быть еще связано с тем что не очень популяризируется профессия ведь лихпромом очень долгое время никто не занимался и даже всерьез к нему не относился более того мы когда общаемся с представителями органов с представителями органов власти часто я слышу такой ответ что лихпрома в россии нет и к нему имя так и относится но с другой стороны если у нас 90 процентов импорта 10 только процентов это российское производство то наверное не слишком далеки уж от истины эти люди которые говорят что лихпрома нет да это так потому что есть с одной стороны поставка готовых изделий с другой стороны швейные фабрики которые здесь в россии шьют они используют импортные ткани то есть это приток импортных тканей дальше фабрики которые здесь изготавливают ткани они используют импортную пряжу и импортные нитки да то есть даже если фабрика здесь отшила отечественное казалось бы изделие все равно мы понимаем что на каждом этапе там заложено импортное сырье ну и вот ваша платформа которую вы придумали которую вы уже реализуете легпром р.ф. она каким-то образом должна вот эти вот гордиевые узлы проблем разрубить да каким образом да мы благодаря оси и благодаря этой познакомились с такой темы как индустрия 4.0 это что значит это значит мы берем весь технологический процесс и дробим его на небольшие части что такое процесс легпрома с одной стороны это у нас r&d да все что касается разработка моделей подготовка лекал подготовка изделия к производству вот такая вся творческая часть дальше следующий этап это сырьевое обеспечение это найти правильные ткани чтобы они хорошо сидели именно для данного вида изделия дальше у нас есть швейные фабрики которые по идее специализируется каждая на определенном виде продукции почему ведь сшить футболку да и сшить костюм нефте-химзащиты это сильно про разные соответственно когда клиенты сами ищут фабрику пытаются найти ее да им нужно проработать достаточно большой массив информации фабрик 30 тысяч с одной стороны это не так уж и много да с другой стороны для конечного клиента который хочет форме заказ еще не переберешь достаточно много да приходится проработать информации чтобы подобрать именно ту фабрику которая работает во первых на данном виде изделия во вторых имеет свободные производственные мощности чтобы выполнить заказ конкретно в нужные сроки в ценовом сегменте работает в том которым необходимо клиенту и тогда и там очень много факторов соответственно мы выделили конкретно группу исполнителей все что касается дизайнеров технологов моделеров которые могут работать дистанционно и удаленно и за счет этого снимаем кадровую проблему фабрик которым держать таких специалистов в кадре достаточно трудозатратно во первую сторону стороны с другой стороны это дорогие кадры дорогие ресурсы необходимости наверное нет в постоянном их присутствии на производстве например да да особенно что касается разработки заказанных изделий фабрика может решить но придумать часто не обладает такими ресурсами получается некое перераспределение производственных процессов не нужно все в одном на одном заводе на одной фабрике аккумулировать так получается да совершенно верно вот r&d это первый этап дальше у нас есть еще большие блоки например поставка материалов это могут быть импортеры это могут быть отечественные фабрики их тоже нужно найти это отдельный труд отдельная работа дальше есть блок пошива и вот здесь мы как раз подбираем благодаря нашей платформе наиболее подходящую фабрику под конкретный заказ таким образом мы выстраиваем независимую цепочку когда дизайнер где бы он ни находился может работать оказывать свои услуги разным швейным фабрикам или в последующем разным по физическим лицам вообще а почему я на вы решили что это сработает вот что вам дает уверенность в том что вы в правильном направлении идете дело в том что рынок легпрома в россии сейчас два с половиной триллиона рублей год как вы думаете сколько из них импорт ну 90 процентов но два может быть хвостиком 2 с хвостиком триллиона рублей и по идее сейчас импортом компенсируется весь неудовлетворенный спрос который есть да у нас есть 30 тысяч фабрик и они загружены на 3-6 месяцев вперед те фабрики с которыми мы общаемся они не берут заказы в моменте они всегда планируют там на полтора на два на три месяца некоторые многие крупные фабрики которые хорошо устойчиво чувствуют себя на рынке они планируют в октябре-ноябре загрузку на весь следующий год нас катастрофическая нехватка швейных фабрик и швейных производств россии и текущие фабрики они не могут увеличивать объем производства и но достаточно сложно открываться потому что есть кадровая проблема который мы раньше говорили если наши российские фабрики как вы говорите загружены на несколько месяцев вперед то размещая свой заказ вы же не сможете найти на какой фабрике это шить да но здесь есть опять-таки нюансы потому что бывает например срывы в поставках сырья либо клиент отказался окна они в моменте бывают все равно появляется наша платформа как раз позволяет делать такой booking да когда мы подбираем фабрику не только с учетом ее специализации но и с учетом ее текущей загрузки в данный момент она свободна готова принять заказ или нет и конечно такой объем работы выполнить вручную крайне сложно я знаю что вы сейчас ездите по россии встречаетесь руководителями швейных производств вот какую реакцию вы чаще всего встречаете да елена здорово классно мы поработаем вместе или боже мой это же фантастика и фантазии ничего не будет вот какая реакция стопроцентная практически стопроцентная поддержка они швейные фабрики очень тепло реагируют и говорят о том что перемены необходимы может быть одна-две из сотни фабрик дают категорический отказ и в основном связано с тем что у них собственный бренд и они вот его и продолжают отшивать и раскручивать а вот эта ваша платформа которую вы сейчас внедряете она для больших производств или для маленьких или может быть вообще для частных отелье вот кого больше мы сейчас тестируем бизнес-модель а тестировать конечно же проще на крупных заказах поэтому сейчас мы ориентируемся на би ту би сегмент как со стороны заказчиков так и на средние крупные швейные фабрики но идея самой платформы в том чтобы каждый человек мог отшить для себя одежду по своему дизайну и по своим собственным меркам ровно так же как мы заказываем сейчас через яндекс еду или через убер их услуги поэтому в одном из интервью свою платформу сравнили юбер для текстильной промышленности да да совершенно верно я часто сейчас говорю о том что мы как яндекс еда только в одежде и с возможностью кастомизации то есть яндекс еде вы заказываете какое-то готовое изделие дать пиццу а в нашем случае вы можете еще добавлять или убирать какие-то ингредиенты которые вам нужны на сегодняшний день сколько предприятий и производителей исполнителей так скажем уже подключены подключены 800 это те кто уже заполнил цифровой паспорт и полностью указал все эти параметры по которым мы можем осуществлять автоматический подбор и еще около двух тысяч чуть больше которые уже загружены на платформу но еще необходимые успешные транзакции так сказать успешные вот контакты уже были спрос большой спрос как мы и раньше говорили он сильно превышает предложение у нас ноября по январь порядка 100 заявок в месяц в обороте это 40 миллионов наверняка когда все начиналось вы садились и просчитывали бизнес-модель да где здесь деньги но я бы хотела вот с точки зрения производителя спросить вот насколько мне будет дешевле работать с вами чем работать самому вы просчитывали какая чисто финансовая экономия у предприятий которые включились вашу платформу вот про финансовую экономию что касается клиентов могу сказать что это 30-40 процентов реальная экономия которая подтверждена конкретными кейсами у нас что касается фабрик здесь все-таки больше на уровне ценностей мы работаем почему что может продать фабрика фабрика может продать свой складской ассортимент и те коллекции на которых они специализируются для этого у нас есть функция шоу-рума или а-ля маркетплейса да причем без комиссии и с отгрузкой на прямую клиенту у нас нет своих складов мы не забираем как делают многие маркетплейсы забрать продукцию а фабрика потом ждет продаж и соответственно оплат здесь фабрика может отшивать изделия под конкретный заказ и отправлять их на прямую клиенту дальше мы понимаем что есть у фабрика накопленные банки лекал дайте лекала которые уже не являются интеллектуальной собственностью да и их можно размещать в цифровом виде когда есть интересная модель у фабрики во владивостоке да ее может использовать скачать купить использовать фабрика которая находится в калининграде да вместо того чтобы тратить дополнительные ресурсы на разработку этих лекал техническое описание так далее а мы понимаем что рэнди это 30-40 процентов себестоимости изделия вот за счет этого мы будем сокращать себестоимость изделия плюс возможность основной наш функционал это когда клиент на платформе оформляет параметрическое техническое задание фабрика оформляет паспорт о ресурсах производства и вот алгоритм системы это наш мокры наши патенты да они как раз и подбирают производителя исходя из требований текущего заказа слушайте но звучит все прямо как высшая степень и промышленная благотворительность это ведь инвестиционный проект я понимаю что и его разработчики тоже должны иметь какую-то прибыль какую-то финансовые вложения тоже достаточно большие а где деньги кроме доброго дела да мы сейчас тестируем разные варианты бизнес-моделей сейчас учитывая что у нас есть очередь до очереди клиентов учитывая что спрос превышает предложение мы решили что зарабатывать мы все-таки будем на клиенте когда он платит небольшую фиксированную плату за размещение своего заказа а дальше процесс абсолютно прозрачный он контактирует с фабрикой а мы даем ценность именно в скорости размещения этих заказов и в рейтинге фабрик чтобы заказчик был ведь вплоть до того что наш менеджер по качеству может выехать на фабрику и отснять производственный процесс до что все идет по плану интересно вы до момента внедрения платформам к легкой промышленности какое-то отношение имели потому что я вижу что как бы внутренняя кухня вами понимается и математика процесса понимается вы я около 18 лет занималась бизнес-процессами на производственных предприятиях из них было не так много швейных производств но было достаточно много серьезных разных задач это управленческий учет это проектирование оптимизации бизнес-процессов и данном случае в проекте я выступаю в виде дирижера да у нас хорошая команда я хочу отдельное спасибо сказать агентство стратегических инициатив потому что благодаря их мероприятиям у нас собралась команда таких энтузиастов которые поддерживают и развивают этот проект практически с нулевым бюджетом какой вы ставите себе к пи ай вот что должно случиться что произойти каких показателей вы должны достигнуть чтобы самой себе сказать да это классно мы хорошо поработали и я вижу результаты я им довольна мы хотим стать национальным оператором цифрового олег промо в россии в перспективе до 25 года я думаю что мы сделаем к этому времени оборот порядка миллиарда рублей подключим большинство фабрик 40 процентов фабрик мы должны подключить до ну до 25 года я думаю мы с вами еще не раз встретимся большой вам удачи и успехов в терпении спасибо большое друзья это была программа интервью до встречи в эфире а